Ты полюбишь работать пастелью, как только узнаешь тайны моих пастельных натюрмортов. Меня зовут Джулс, я художник-преподаватель, и я здесь, чтобы вдохновлять этот мир и тебя на великое искусство. Первое и самое главное правило – никогда не начинай постановку, которая тебе не нравится, потому что ты ее попросту не закончишь. Даже если вы учитесь в ВУЗе или в художественной школе, чаще всего есть выбор на постановках, поэтому просто старайтесь посмотреть, подобрать что-то более подходящее для себя и найти интересную задачу, и тогда все будет ок. Второе немаловажное правило – это работа от самого вкусного. Да, я знаю, в рисунке принято работать от темного к светлому, но работа от самого вкусного дает нам большую вариативность, потому что мы можем ее закончить или не закончить, сделать акцент на главном, где-то не прорабатывать, и плюс мы потратим все силы изначально на главный объект, ради чего вообще затевалась эта постановка. Вообще у художников есть такая фраза, что работа должна быть закончена в любой момент. Если вы научитесь вести работу от самого вкусного, то тогда ваша работа будет всегда выглядеть закончена, потому что главный объект, который вас зацепил, он всегда будет готов. Третье правило – нужно делать обязательно эскизик небольшой по черкушке, как это работает. Берется листочек, делаются 5 на 5 маленькие набросочки композиционные, чтобы сразу понять, как мы хотим расположить предметы в нашем листе, потому что нам понравилось одно, мы себе это представили, потом мы это нарисовали, у нас не получилось, все, впечатление пропало, нам это уже не интересно, работать не хочется. Поэтому небольшие эскизики, они не затрачивают много времени, но при этом сразу мы определяем композицию, которая будет смотреться наиболее выгодно. И следующее правило у нас касается самого материала, неважно работаете вы сухой или масляной пастелью, это относится туда и туда. И в чем же заключается правило? Сначала, когда мы начинаем работу, нужно наслаивать твердые мелочки, если они, конечно, нам подходят по цвету. И когда мы уже более-менее раскидали все по цвету твердыми мелочками, которые не могут забить полностью нам бумагу, тогда мы уже берем более мягкую пастель и начинаем до конца дорабатывать детали, чтобы у нас бумага могла взять пастель столько, сколько ей нужно. Потому что если мы сразу начнем забивать плотно бумагу, то когда нам нужно будет сделать какие-то детали в конце, или может быть мы переборщили где-то с цветом, нам нужно его будет приглушить, или наоборот добавить яркости, то просто на бумагу уже не будет наслаиваться мелок, особенно сильно это видно в масляной пастели. Но что же делать тогда, если мы все-таки переборщили? На самом деле решение простое, но кардинальное. Масляную пастель мы соскребаем мастихином или любым другим шкрябающим предметом, а сухую пастель мы снимаем клячкой. И из этого вытекает следующий совет. Никогда в пастели не пользуйтесь пластиком, потому что это может испортить вашу работу. Пластик растаскивает очень сильно мелок по бумаге, и если где-то это не видно на начальных этапах и не страшно, мы перекроем, то в конце это может действительно просто испортить работу. Плюс им очень сложно сделать какие-то мелкие детали, поэтому лучше пользоваться либо электроластиком точечно, если нам, допустим, надо стереть часть мелочка, которая у нас попала в глаз, не туда. Какие-то мелкие детали, да, можно сделать электроластиком, обычным нет, потому что он практически не контролируется. Лучше использовать клячку. Она мягко подснимет тон, где-то можно совсем его снять, она впитает и не будет его растаскивать. Но как бы нужно рассчитывать на то, что клячке тогда понадобится много, если вы постоянно работаете пастелью. И после одной работы нужно выкидывать целый кусочек. Но если вы все-таки решили использовать в своей работе ластик, обратите внимание, чтобы он не оставлял жирных следов, потому что в работе мягким материалом часто ластик оставляет следы. И когда мы уже начинаем забивать тоном, особенно это видно при работе углем, то остаются полосы и все построение, которое вы делали, очень хорошо видно. Поэтому прежде чем приступать к пастели, возьмите ластик, попробуйте сделать несколько полосочек и сверху растушуйте углем по нему. Если останутся следы, то этот ластик не годится и для сухой пастели. Если следов не остается, то все хорошо, можно работать. Следующий лот это пастельные карандаши. Во-первых, хорошие очень тяжело найти. Во-вторых, чаще всего, в 90% случаях, даже фаберы царапают бумагу. Поэтому так же, как и твердые мелки, работаем ими в самом начале. А мелкие детали уже можно доработать заточенным мелочком. Так будет намного лучше, и вы точно будете знать, что под конец, делая блик в глазах белым карандашом, вы не порвете бумагу. Двигаемся дальше. Теперь поговорим про растушевки. Зачем, для чего и как работать. Если с сухой пастелью все более-менее понятно, что есть под рукой темы тушуй, хоть пальцем, хоть куском тряпки, то там все будет нормально, оно просто разойдется дымкой и все будет симпатичненько. То с масляной пастелью все иначе. Во-первых, твердая пастель еле-еле растушевывается, и эффект от этого, собственно, никакой практически не появляется. А мягкая пастель начинает скатываться в комочки, оставлять какие-то белые проплешины. И как с этим работать, совершенно непонятно. Первое, что можно сделать, во-первых, если мы растушевываем всю работу, то можно перекрыть сверху дополнительным слоем, и более-менее этот эффект неприятный пропадет. Также лучше использовать силиконовые растушки, потому что их легко помыть. Более-менее можно контролировать этот эффект и разнести, собственно, эту пастель равномерно по бумаге. Также, чтобы в целом исключить момент растушевки, можно просто в конце плотненько накладывать мелочки. Я это чаще всего делаю штрихами, а потом на свету добавляю немножечко этой плотности. И тогда получается достаточно классный объем, потому что тень у нас рыхлая, дышащая, а свет забитый плотный. И растушевкой я практически не пользуюсь, потому что эффект этот мне не нравится, но знаю, что многие художники к нему прибегают. Интересный факт. Если у вас мягкая масляная пастель, ее можно расплавить утюгом. Берем кальку или любой другой листочек, можно неплотный. Закрываем наш рисунок, берем утюжок и начинаем проглаживать. Если достаточно нанесено материала, оно все у нас немножечко растечется. Это будет незаметно, оно не расплывется по краям, но пастель между собой смешается и получится очень интересный плавный переход. Но опять же, работает это только с мягкой пастелью. Если взять сухую гамму, то это не будет работать. Санелье, Малевич, да, вот с этим можно поиграться. С фабером и гаммой нет. И из этого вытекает еще одно правило. Никогда не экономь на пастели. Если ты решил себе купить дешевую упаковку, брауберг и надеешься на то, что у тебя получатся офигенные работы, закатай кубу обратно. Дешевые материалы классно использовать в зарисовках, которые в принципе используются только для того, чтобы набрать базу материала, определенного к большой работе. Но никак не профессиональной работе. Художник даже в самом начале своего пути должен учиться на хороших материалах. Если у тебя плохая пастель, плохие кисти и принтерная бумага, прости, друг, но у тебя ничего не получится. Нет, это не прихоть зажравшегося художника, это жизненный опыт. Если ты работаешь материалами плохими, на плохой бумаге, то ты никогда не сможешь повторить работу художника, которого ты смотришь, которым вдохновляешься. Потому что когда ты смотришь на красивые пастели Эдгара Дега, который работал на хорошей бумаге, классными материалами и нарабатывал всю эту базу годами, и садишься работать браубергом на какой-нибудь принтерной бумаге, где у тебя все это либо скатывается, либо вообще не рисует, и ты думаешь сразу, что ну проблема во мне. Нет, друг, проблема чаще всего в материалах. Если ты готов учиться, и тебе нравится, у тебя все обязательно получится. Единственное, что тебе может помешать, когда ты сам готов учиться, это качество материалов. А если ты хочешь узнать топ материалов для пастели, масляной живописи, акварельной живописи и зарисовок, напиши обязательно об этом в комментариях, и конечно же с тебя подписка. А мы переходим дальше, и следующий совет, это не пренебрегать тоном. Да, пастель это цвет, и я часто говорю, что в пастели главное показать цветовые отношения, но при этом, если у тебя прищурившись все будет сливаться в одно серое пятно, то никакого объема у тебя не получится. Изучи хотя бы базовую основу рисунка, попробуй сделать сначала пастелью шарик, даже просто взять уголь и сделать шарик будет намного полезнее, чем ты сядешь, накосячишь сразу с натюрмортом, и больше никогда не возьмешься за этот сложный, но безумно интересный и маневренный материал. Следующее правило, никогда не бойся испортить работу, а если ты ее уже испортил, то у тебя есть огромное поле для экспериментов. Попробуй новые цвета, попробуй сделать это вообще в другом цвете, добавить не только пятно, но и линию, и это будет твой простор для творчества, потому что каждая ошибка несет за собой новые знания и свершения. И жалеть тут не о чем, ты потратил всего лишь клочок бумаги за то, сколько пользы ты приобрел от этой ошибки. Следующее правило, если ты хочешь научиться рисовать натюрморты, тебе нужно делать наброски этих натюрмортов. Фруктов по отдельности, фруктов вместе. Большую часть времени художник тратит на постановку этого натюрморта. Ты уже должен в голове представить, что из набора продуктов и предметов ты можешь поставить себе на стол. При этом у тебя должен быть маневр как-то это подвинуть. Если условия не позволяют сделать это в данный момент, ты должен зрительно уметь подвинуть этот предмет, чтобы он смотрелся для тебя выигрышно. Например, у тебя всего два банана, а надо нарисовать три банана, так было бы намного лучше. Но у тебя нет этого третьего банана, чувак, ты должен уметь его представить и нарисовать так, как будто всю жизнь этих бананов было три. Для этого и нужны наброски, чтобы ты мог нарисовать этот предмет с закрытыми глазами в любой непонятной ситуации. Наброски нужны для того, чтобы чувствовать форму. И настолько часто их нужно делать, чтобы можно было тебя разбудить ночью, сказать «нарисуй мне грушу», и ты нарисовал эту грушу максимально убедительно, как будто она сейчас стоит перед тобой. А следующий совет у нас касается рисунка. Рисунок это линия и пятно. Друзья, не стесняйтесь использовать два этих прекрасных момента, которые главные в рисунке, я считаю, помимо тона. Пятно несет информацию, и линия несет информацию, а вместе это просто шикарная комбинация, которая позволит вам делать просто невероятные вещи. Ну подчеркни ты основание предмета, чтобы он у тебя стоял на плоскости. Это ж так просто и круто. Ну раздели ты свои два яйца, которых ты рисуешь рядом, чтобы они были отдельно друг от друга, и сразу появится у тебя объем и ощущение пространства. Это простые вещи, но часто художник о них забывает. Поэтому если ты не знаешь, как это работает, или если ты просто хочешь увидеть, как этим пользуюсь я, обязательно ставь свой комментарий. И я научу тебя сочетать пятно и линию, и мы сделаем так, чтобы это работало максимально на пользу твоему рисунку. Следующий совет. Научись пользоваться цветовым кругом. И в частности изучи дополнительные цвета, потому что пастель не такой яркий и звонкий материал, как акварель, особенно сухая пастель. И если ты хочешь добиться максимального контраста, и чтобы твои фрукты или предметы могли выделяться как-то и быть вкусными на вид, тебе обязательно нужно изучить, что такое дополнительные цвета и как сделать этот контраст максимально ярким. А еще цветовой круг поможет тебе знать, какого цвета должна быть тень на фрукте. В это углубляться мы не будем, это все можно прочитать в интернете. Поэтому, друзья, цветовой круг это база, его нужно знать. Не зря, наверное, его преподают и в художественной школе, и в вузах, и постоянно это повторяется. Ну что, вот такой натюрморт у меня получился. Доделываем последние детальки. И следующий совет выходит из этого же момента, потому что, ребята, не торопитесь завершать работу. Отойдите на 20 минут, попейте чаю, вернитесь и посмотрите, чего вам не хватает. Чаще всего вы найдете, что добавить, а если нет, то поздравляю, у вас получилась идеальная работа. А следующий кусочек видео это прекрасная зарисовка драконьего фрукта в ограниченных цветах. И из этого вытекает следующий совет. Не бойтесь экспериментировать. Мало того, что можно взять цветную бумагу, ограниченную палитру, попробовать какие-то другие цвета. Можно также комбинировать материалы. Пастель и сухая, и масляная очень круто работает с акварелью. Но нужно учитывать, что масляная пастель может оставлять жирные следы. И вот, наконец-то, последний совет для тех, кто только начинает свой путь в обучении и работе масляной пастелью. Ребята, не берите маленькие наборы. Все очень просто. Там, во-первых, недостаточно цветов, а во-вторых, зачастую эти цвета подобраны очень странно. И я никакой логики не вижу в этом. Потому что в наборе от Faber-Castell 24 цвета с каким-то фигом кислющий зеленый и розовый. И это те цвета, которые максимально тебе не пригодятся. А если даже ты попытаешься их использовать, тебе нужен будет зеленый, ты никогда не научишься его глушить. Потому что ты начинающий художник, ты покупаешь себе набор. Вау, Faber-Castell. Дорого, богато, красиво, хорошая фирма. Но вот эти цвета, они просто испортят твой рисунок. Очень жаль. Поэтому, если ты начинающий художник, лучше не скупись, возьми наборчик побольше. Но и возможности у тебя будет тогда больше. Друзья, теперь мне нужна ваша помощь. Большая часть зрителей, люди, которые хотят научиться рисовать. И поэтому мне очень важно, чтобы вы оставили свой комментарий и написали, какие сложности в работе у вас случаются. И, конечно же, я сниму об этом видео и помогу вам с ними справиться. Поэтому не стесняемся, пишем и ждем новый ролик, потому что я хочу и могу помочь именно тебе. А если ты хочешь увидеть больше видео про наброски и натюрморты, конечно же, подписывайся на меня, потому что видео у меня выходят часто. Ну что, друзья, оставляю вас с этими мыслями наподумать, взять от этого видео максимум полезного для себя. И, конечно же, досмотреть эту офигенную зарисовку, которую я продала сразу же, как только сделала. Меня зовут Джулс, я художник-преподаватель. И я хочу вдохновлять этот мир на художественные подвиги. Ну и, конечно же, тебя тоже. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok